Это Валер, не собрал, как же за фамилия, Валентина Николаевна была начальницей. Я первый раз встретил, когда ее организация, вот эта, она торгует товарами, а она в другом месте была. Я только сказал, что-то ей, она ни слова не говорит, встала, сейф открыла, вытащила, 3000 отдала и помогала не один раз. И вот это, сейчас мы шли мимо, два мешка материи тут, я сказал там, что некондиционное, но у нее случилась большая беда, авария, кто-то ее вез, то ли племянник или кто, и из-за поезда, другого не видели, и она погибла. Валер, это означает вследствие, рассказать им нужно. Вот, вы нажалите, пожалуйста. Олег Владимирович, Артеменко, директор Валера. Артеменко. Понятно? И вот я, ну, знают, что я не сегодня пришел. И она ездила в Потеряевку, она и в лагере была, все видела так, насколько она была расположена. И когда мы узнали, для нас это была большая печаль. Мы молились за упокою. Я сейчас сказал вашим, говорю, это мы считаем. Она из той стороны передает нам привет. Она говорит, наверное, так. Я говорю, вот как Господь делает. В 45 лет я начальник детского лагеря, тысячи детей и не рубят государство. А как? Люди. Одни помогают кому-то. У нас в другой, я вел занятие религиозное. И один там начальник какой-то и говорит, а у меня есть чистомес. Чистомес, там аппаратурный завод. Те дали гвоздей, там насос, чтобы воду качать. Дети учились работать. Они жили, радовались, собирали ягоды, катались на лодках, на лошадях. Такого лагеря больше нет. Но теперь мы перешли в другой формат. Несколько домиков приобрели. Потому что, когда утонули на стенозе Денингребетишек, президент дал указание, что вы все эти лагеря-то посмотрели. Бубай-то в области до одного города закрыли. А мы раньше раз и перешли в другой формат. А теперь приезжают просто в гости. Это наша страна. Не надо день и ночь искать кого-то там. Вот уедут из-за рубежа, сегодня я говорю, знаю таких людей. И всячески поносят. А что из этого? Все, лучшие люди станут. А ты одно маленькое дело подправь. Яма здесь, а ты подправь ее. Не могут люди ничего достать. Ты помоги, простри руку. Вот у меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 303 копейки. Это 305 лет трудовой стажа. А почему? А мне нигде не давали работать. Только во вне ведущей охраны того района, где я нахожусь. Я освобождаюсь за слово Божие. А реабилитирован в 87-м освобожден был. А реабилитирован только в 92-м. Ничего, все позади. Мне 81-й год. Не каждый доживает до этого срока. А почему? Господь милостивый. И говорят, а что самое большое в вашей жизни? Я узнал, как у Бога много добрых людей. И второе, я удивляюсь, почему эти люди не встретились. И третье, почему они приняли деятельность и счастье о том, что я делаю. Как мэр города Барнаула, Багарин был. За ним Владимир Николаевич был. Все приезжали, видели, помогали. УВД края. Вот когда погиб этот Евдокимов-то, его сняли. Он приезжал в Потеряевку. Видите как? Один ты ничего не сделаешь. А я сделал. Я только говорил, и они люди приезжали. Мы очень благодарны вам за это. Если будет дальше ваше расположение, бывает обмотка товаров. Я вижу какие-то белые. У нас все это сгодится. Мы не притязательны. Мы что-то сошьем где-то. Сейчас молимся здесь. Ползунного шесть. И у нас... Мы всегда говорим о шторке эти, о Квалитине Николаевне. Спасибо, Христос. Пошли. Досилишь. Довали. А потом уже... А у вас есть вангель? Да. Я сейчас подогрел веки, которые у меня вышли. А то я достану, у меня в кармане есть. Там, ну, вообще, убирал старые. А, нравится. Так-то в кармане есть вангель? Нет, мне интересует другое. Что то, что сейчас после... В России перепечатывается, уже то, что там по-советски, уже по-новому представлю. По-новому, правда. То есть, фактически искажая. А вот здесь вот эти прочитали. Это оборвано. Ответить, что... От слова книги пророчества. У того отнимет Бог участие в книге жизни. И в Святом Граде. И в том, что написано в книге сей. А то, аж так называемые. Буква-буква. Да. Одинаково. Свидетельство, из-за чего говорит ей. Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Знаете, что я вам покажу сейчас, что изменений никакого нет. Нет, я говорю, вот здесь слова у грейской жены. Нет, не скажены. Нет, я говорю, вот здесь. Это буквы другие. Сейчас я только открою. Посмотрите. Откровение. Это 22 глава, 19 стих. Пожалуйста. Сейчас я открываю. Откровение, это псалтырь. 22 глава. Так, минутку. 22 глава, 19 стих. Считайте слух. И сравнивайте. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества Васильова, у того отнимет Бог участие и книги жизни, и в том граде, и в том, что написано в книге Силы. Смотрите, дословно. Дадую букву, до святой точек. Да дальше. М, твердый знак только стоит М. А тут святом, без твердого знака. Ну, так приятно. Ну, 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 ну. Дальше, 20 стих. Сидитель стоит с ее. Да. Говорит. Ей гряду скоро. Ей грядут скоро. Аминь, и грядут за путь Иисуса. Так, смотрите. Так. Буква в букву. 20 стих. Вот я бы сказал слово в слово, но не букву в букву. Ну да, буквы-то лично там поставлены. Нет. Слово в слово. Ну, давайте, 18. 18-й, прочитайте. И так не свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги Силы. Если кто предложит кто к ним, то к ним на что наложит Бога язва, от которой написано в книге Силы. Теперь читайте здесь. 18-й, вот. Абсолютно точно. Почему? В Библии написано Господь, веритя, бодр, что на полном мое. Небо и земля исчезнут, а слова мои ищут Бог и счастье. Вот оно дальше написано, вот оно и Бог и счастье. Бог вот такой тварный знак лишний. Ну, они где-то встречали в банды, в банды, в банды. Нет, это кто-то где-то, это еритики. А в церкви православная Бога стоит в банды. Да, да, это протестанты. Они меняют. Они меняют, да. Ну, если мы в этом, что у нас, не скажем на слово Божие. Так, ну, что, давай. Все. Клади, пошли.